Представляю вашему вниманию вишню сорта маяк. Деревце это не особо крупное, буквально 2,5 метра высотой. А плодоносить оно начинает примерно на четвертый год жизни. Цветение обильное и оно заканчивается невероятно вкусными плодами. Крупными, сочными, мясистыми, ну и такими достаточно с выраженным вишневым кисло-сладким вкусом. Растение было приобретено в виде саженца в местном питомнике. И было заявлено, что сорт не дает поросли. Но, увы, это не так. Поросли по огороду идет достаточно много. Поэтому, если как бы тоже захотите посадить себе вишню в маяк, имейте в виду, что корневая система потребует ограничений и постоянного вмешательства. Еще вишню очень любят атаковать муравьи, расселяя на ней колонии тли. Поэтому приходится обрабатывать как бы несколько раз за сезон. То есть, вот в начале весеннего сезона обработка и в осень, естественно, тоже обработка. Кроме того, очень любят это растение бронзовка. Я не знаю, кто-то считает, что бронзовка это чуть ли не панацея для производства компоста. Я считаю, что это все-таки вредитель, который своими лапками буквально рушит цветочки. То есть, поедая пыльцу, поедая тычинки, пестики, поедая завязи. В принципе, бронзовка вполне способна лишить урожая. Так, ну вот на теперешний момент я вижу пока только пчел. Хотя с утра я наблюдала на ней и бронзовок. Так, ну, если увижу, покажу. Что еще сказать? Из вишни маяк получаются замечательные компоты на зиму в качестве заготовок. И получается совершенно исключительно вкусное варенье. Так, ну и рецепт варенья будет в соответствующем блоке. Ну и насколько в состоянии передать посредством своей камеры. То есть, видно, что цветение очень обильное, плотное. Ну и я надеюсь в этом сезоне на хороший урожай.